Служение Мус не терпит суеты, пока рэпер Гуф находился в СИЗО. На него снизошло творческое озарение. Как результат, несколько песен, одна из которых посвящена Красноярску. Новые треки Гуф планирует включить в свой будущий альбом. Ну а кто еще из звездных персон попал в светскую хронику, узнаем от Алины Малиевой. Сегодня ночью миллионы землян наблюдали кровавую луну. Ну а те, кто крепко спал и пропустил это астрономическое явление, могут присоединиться к нашей компании. Будем наблюдать тияние звезд красноярского бомонда. В 2002 году она начала вести блог в газете, где размещала свои стихи, которые пришлись по душе многим читателям. Речь идет о Вере Полосковой. Накануне в музыкальном театре красноярская богема посетила ее чтение. Священнослужитель Петр Боев написал в соцсетях. «Я побывал в путешествии», а вот бизнес-лидя Наталья Сипетая свое восхищение выразила иначе. «Это вам не чай пить с абрикосовым вареньем». В общем, у каждого зрителя осталось свое послевкусие, а о нем, как известно, не спорят. А вот любители классики в эти выходные рукопли искали массовому лизературному флешмобу «Чехов жив». Сотни людей в интернете читали отрывки из любимых произведений писателя в онлайн-режиме. Среди наших земляков были замечены министр культуры Елена Мироненко с отрывком из рассказа Анюта. Первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко выбрал рассказ Ионыч. Мэр города Эдхам Акбулатов предпочел Анну на шее. Довольно о зрелищах, теперь о хлебе насущном. Пир на весь мир. Под таким девизом в одном из заведений ресторана Владимирова открылся устричный фестиваль. Попробовать этот живой деликатес лично я не решилась, а вот откуда в период санкций ветер дует, узнала. «Японские у нас самые большие по размеру, южно-сахалинские, они такие более, какие-то вот кривоватые даже, не знаю, как сказать, шершавые, вот такая южно-сахалинская. И вот залив бусы, это они, ну, как обычные устрицы, большой разницы, гербов. Они тяжелые, да, наверное? Ну, да, там, грамм по 250 где-то. Французские устрицы, ну, многие, кто пробовали, то есть и я пробовал, и в Европе, и там, и в Америке, и везде. Наши очень вкусные. Ну, а если вы из тех, кто растет на устрицах и пелеменях, как на дрожжах, обязательно воспользуйтесь суровыми наставлениями фитнес-няшки Виктории Демидовой. На днях она побывала в нашем городе. Как это было, узнаем далее. Виктория – женщина-мотиватор. Каких-то определенных от нас требований она не предъявляла. Какая женщина, какая женщина, мне бы такую. Даже если ничего нового не получится узнать, то хотя бы все старое, разложить еще раз заново в голове по полочкам, и, то есть, уже будет какое-то понимание четкое, что где изменилось. Мне принадлежит посоветоваться на пути, послушать ее. Вообще послушать красивого человека, как она добилась такой фигуры, чем она питается вообще. А секреты? Да, секреты, да. Если вы поняли, что очень хочется есть, съешьте яблоко. Если вам яблоко не хочется, значит, есть вы не хотите. Вот, вот это вот такой важный пункт. Как сказал Сусыром, влюбленный в себя соперников не имеет. На этом все. Увидимся через неделю. Не скучайте.